Смотришь мимо глаз Ее век как фигуристки был короток. Зато в качестве наставника Татьяне Тарасовой нет равных. Она воспитала полсотни чемпионов, а ученики ласково называли ее второй мамой. У тренера толпы поклонников, но немало и хейтеров, считающих ее суждения резкими и субъективными. За принципиальность и проницательность Татьяну Тарасову уважают миллионы зрителей и спортсменов. Вы замечательная, фантастическая, сильная женщина. Совершенно фантастическая женщина, добрая, роскошная. Она просто потрясающая. Она приложила руку к успеху Дениса Тена, Алексея Ягудина, Ирины Родниной. Когда-то Тарасова тренировала воспитанников на двух материках – в России и в Америке. А в последние годы является консультантом Федерации фигурного катания и комментирует крупные соревнования. Карьера всегда стояла для Татьяны Анатольевны на первом месте. А ученики заменили ей детей, которых у нее никогда не было. О сделанном выборе тренер не жалела. Тем более, что в ее жизни присутствовали и сильная любовь, и тепло семейного очага. Не переживала Тарасова и о своих громких и порой жестких заявлениях. А мы побываем в гостях у заслуженного тренера. Приоткроем завесу и покажем, как живет Татьяна Тарасова вдали от городской суеты. Вспомним ее яркую и противоречивую биографию. Узнаем трагедии в личной жизни. Спортивное будущее Татьяны Анатольевны оказалось предрешено. Она родилась в семье известного тренера по футболу и хоккею и встала на коньки уже в 4 года. Мечтала, чтобы родитель ею гордился и стала фигуристкой. В паре с Георгием Проскуриным Тарасова участвовала во Всемирной универсиаде 1966-го. Увы, карьера спортсменки быстро закончилась из-за полученной травмы. Я в 19 лет уже закончила свои попытки быть большой спортсменкой. Многие подозревали, что на уход Татьяны Анатольевны с мировой арены повлияла ее тренер Елена Чайковская. Окружающие годами думали, что между Чайковской и Тарасовой конфликт. Однако сама Татьяна Анатольевна признавалась. Ситуация давно канула в прошлое. После травмы руки фигуристку 2 года пытались вылечить лучшие врачи, но Чайковская понимала, что все кончено. И постепенно отодвинула воспитанницу от соревнований. Ее карьера оборвалась, и я ее попросила, говорю, Татьяна, тебе надо заканчивать. В переломный момент в судьбу дочери вмешался Анатолий Тарасов. Хоккеист не прогадал. Наследница оказалась прекрасным тренером и вскоре привела к победе на чемпионате СССР первую пару фигуристов. В 1975-м триумф на международных соревнованиях отпраздновали ее воспитанники Ирина Моисеева и Андрей Мининков. Группа, которую возглавила Тарасова, завоевала первые награды европейских турниров и Олимпийских игр. Татьяна Анатольевна стала самым молодым наставником, удостоившимся звания заслуженного тренера Советского Союза. Среди учеников преподавателя Ирина Роднина, Наталья Бестемьянова. Андрей Букин. Тренер отличалась строгостью и требовательностью, но в то же время умела найти подход к каждому фигуристу и относилась к спортсменам с материнской теплотой. Яркий тому пример – сотрудничество с Алексеем Ягудиным, который и сейчас остается не только одним из лучших учеников, но и близким другом Тарасовой. К прославленному тренеру обращались иностранцы. Так Тарасова помогала Денису Тену, Саша Коэн, Барбари Фузерполе. Кроме того, в 90-е Татьяна Анатольевна создала ледовый театр «Все звезды», где одновременно выступала в роли режиссера и балетмейстера. В 2005-м звезду спорта назначили тренером-консультантом Федерации фигурного катания России. Она председательствовала в журителе шоу «Лед и пламень» и «Ледниковый период дети». Несмотря на занятость в данной сфере, Тарасова не раз жаловалась на невостребованность. Кроме того, в последние годы к переживаниям Тарасовой добавились проблемы со здоровьем. Боли в ногах привели к тому, что по площадке «Ледникового периода» она передвигалась в инвалидном кресле. Финал этого шоу тренер и вовсе пропустила из-за госпитализации. Личная жизнь Татьяны Тарасовой – настоящая драма. Прославленный тренер трижды была замужем. Первым ее избранником стал актер Алексей Самойлов, известный ныне по фильму «Много шума из ничего». Вместе влюбленные прожили около двух лет, а, поняв, что не подходят друг другу, разошлись спокойно и без скандала. Второй раз Тарасова вышла замуж за легкоатлета Василия Хоменкова. Это был счастливый союз двух спортсменов, но закончился он трагедией. Василий умер в возрасте 29 лет. Почему и как это произошло – закрытая тема для Татьяны Анатольевны и ее близких. Самым удачным стал для женщины третий брак с пианистом Владимиром Крайневым. Об их знакомстве ходили легенды. Якобы встречу с мужчиной небольшого роста тренеру предсказала гадалка, заявив, что союз будет долгим и счастливым. Так и случилось. Уже на девятый день после первого свидания влюбленные подали заявление в ЗАГС. Владимир Всеволодович с пониманием относился к рабочим поездкам жены, помогал ей выбирать музыку к номерам воспитанников. Крайнев преподавал в Ганновере и вел активную концертную деятельность. Более 30 лет он был опорой Татьяны Анатольевны, но в 2011-м скончался от аневризмы легочной артерии. К сожалению, у пары так и не появилось детей, которые стали бы утешением для вдовы. В жизни Тарасовой было немало потерь. В середине 90-х умер ее папа, в 2009-м от рака скончалась сестра Галина, а затем один за другим мама и третий муж. Выдержать испытания ей помогали ученики и работа. Но будучи комментатором соревнований и консультантом, тренер не раз оказывалась в эпицентре скандалов за жесткие высказывания. Нельзя не согласиться, что многие комментарии Татьяны Тарасовой логичны и объективны. Так, этой весной заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала допуск российских спортсменов к Олимпиаде 2024-го в Париже в нейтральном статусе. Поблагодарить все равно сегодня мог за то, что они допустили спортсменов. Потому что у них только одна жизнь. И может быть в жизни только одна Олимпиада. При этом она считает, что нужно обязательно ехать на эти игры. «Будем следить за нашими ребятами», — сказала Тарасова известием из «Спортэкспресс». Тарасова выразила мнение, что решение должно остаться за спортсменами и их тренерами. Кто решил ехать, пусть едет. Она подытожила, что главное — не запрещать. «Просто убийство нашего национального спорта». В апреле Татьяна Тарасова публично поддержала Аллу Пугачеву и выступила против требований признать певицу инагентом. Назвала певицу настоящей звездой и надежным человеком. Да, она большая, настоящая звезда. И к ней надо так и относиться, как к настоящей звезде, которая украшает нашу страну. И слава богу, что она родилась у нас в стране. И мы имели удовольствие и счастье ее видеть и слышать. Она потрясающая певица, потрясающий человек, замечательный. Мне кажется, очень надежный человек. Поэтому убеждена, что те, кто выдвигает подобные требования, — завистники. И на самом деле не понимают значения статуса иностранного агента. Татьяна Анатольевна сравнила отмену Пугачевой с гонениями музыкантов Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича. Мое значение этих слов. Ну что это такое? Ну что у нас странно? Почему так? Почему то Вишневскую с Ростроповичем удалили на непонятные годы? И на сколько лет, которые просто потом нашли в себе силы вернуться сюда, но уже не жить здесь? В 1978 году их лишили гражданства СССР. Только после распада СССР они смогли вернуться обратно. Что бы ни говорили окружающие, Татьяна Тарасова продолжает открыто выражать свое мнение. Даже если тренер бывает резка в суждениях, такая откровенность достойна уважения. Приоткроем завесу и покажем, как живет заслуженный тренер вдали от городской суеты. В столичной квартире знаменитый тренер остается только пару раз в неделю. А вот большую часть своего времени Тарасова проводит в роскошном загородном усадебном комплексе, гордо раскинувшемся в живописном поселке Загоренский, который находится на известном Новорижском шоссе. Двухэтажный особняк весной и летом практически утопает в зелени. Обычно все детали интерьера тренер продумывала сама, но один раз все-таки доверилась профессионалам. В гости к знаменитости наведалась команда из шоу «Идеальный ремонт». Звезда ледового спорта попросила переделать веранду, чтобы отдыхать там с семьей и друзьями. Строители незамедлительно приступили к делу. По итогу стены отделали темным кирпичом, как и снаружи. Оборудовали внутри камин и гриль, чтобы можно было готовить мясо на большую компанию. Этот просторный дом, достойный мастера спорта, был возведен более 14 лет назад и с тех пор остался неизменным, сохраняя свой шарм и элегантность. Не дача, а византийский дворец. Вы с нами согласны? Поделитесь своим мнением в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok